Жидкость для гибкости. Скоро в продаже появится умный браслет с изгибаемым дисплеем. Устышка на миллион. Рекламное агентство из США подшутило над пользователями, но всё равно получило сотню тысяч просмотров. Хокинг говорит, софт для синтезатора речи известного учёного станет доступен для всех. Здравствуйте. В эфире телеканала 24KZ новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня начнём с плавных и высокотехнологичных изгибов. Этого пытались достичь многие, но не лидеры рынка, вроде Samsung или даже Apple, так и не смогли. Удалось компании Polyero, которой всего 10 лет, создать электронное мобильное устройство с гибким дисплеем и по разумной цене. Polyero анонсировала выпуск умного браслета Wolf Band. Он оснащён довольно длинным гибким дисплеем. По заверению производителя, работоспособные образцы Polyero сможет продемонстрировать заинтересованным партнёрам в конце этого года. А летом 2016-го изделия поступят в свободную продажу. Браслет Wolf Band стал результатом 10-летних разработок. Компания с момента образования трудилась над созданием управляющих цепей из органических тонкоплёночных транзисторов для дисплеев OLED и ING. К сожалению, технических подробностей об этом смарт-браслете пока совсем нет. Пустышка вместо рекламы. Рекламное агентство Solve из американского Миннеаполиса провело любопытный эксперимент. Оно создало и запустило в ротацию на видеохостинге YouTube пустое видео. На экране во время проигрывания 4-х минутного ролика нет ничего. Совершенного никакого значимого изображения и звуков тоже нет. Видео содержит только ссылку на сайт рекламного агентства. Видео без содержания от Solve, тем не менее, набрало 100 тысяч просмотров. Ролик продвигался компанией в качестве преролла с возможностью пропустить его через 5 секунд. В итоге пустышка была показана 227 819 раз. 100 тысяч раз был защитным просмотр. Google делает это, если видео не пропускают более 30 секунд. Это около 46% от общего количества показов. Причем 22% пользователей досмотрели его до конца, а около 1% перешли на сайт агентства. Вероятно, посетители сайта думали, что видео просто загружается, или оно проигрывалось в фоновом режиме, пока юзер работал на другой вкладке. Таким образом, агентство решило показать, что количество просмотров не является быстрым и легким способом измерить влияние контента на аудиторию. Пустое видео никто не лайкнул, им никто не поделился. Попробовать поговорить, как Стивен Хокинг теперь может любой желающий. Ученый стал по-настоящему знаковой фигурой в физике. Он практически полностью парализованный. Сумел внести свой вклад в популяризацию знаний о природе материального мира. Боковой амиотрофический склероз. Эта болезнь лишила тела Стивена Хокинга подвижности еще в 1985 году. Но это не помешало ему выпустить бестселлеры, вроде «Краткой истории времени» или «Мир в ореховой скорлупе». Связь с миром ученый держит через специальный аппарат для синтеза речи. Он улавливает движение единственной подвижной мышцы в теле Хокинга, напротив его щеки, а затем преобразует сигналы в речи или команды для его кресла-коляски. Программное обеспечение для аппарата создала компания Intel. Теперь же этот софт будет в свободном доступе. Название системы – The Assistive Context Aware Toolkit, сокращенно ACAT. Она позволяет при минимальной способности пользователя к движению управлять компьютером. ACAT имеет три ступени. Первая – отслеживает движение мышцы, вторая – это система ввода букв, а третья – метод предикативного ввода. Чем-то она напоминает систему предугадывания слов Т9 на телефонах, но более точна и адаптируется под конкретного пользователя. Пожалуй, даже обнародование данных об этой разработке можно расценивать как очередной вклад Хокинга в популяризацию науки и технологий. Смартфон отпраздновал свой день рождения. Изобретению, которое превратилось в неотъемлемую часть нашей с вами жизни, исполнился 21 год. В августе 1994 года в продажу поступил IBM Simon. Он стал прообразом всех коммуникаторов и современных смартфонов. Конечно, вес его был изряден – около полукилограмма. Simon оснастили экраном в 4,5 дюйма диагонали. Он был монохромный, но тем не менее реагировал на прикосновения и работал со стилусом. Кроме основной функции телефона, аппарат позволял проверять почту, имел календарь и органайзер и несколько игр. Сердцем первого смартфона был 16-битный процессор VADEM с тактовой частотой 16 МГц. Одноядерный, конечно. Цена на Simon была высока – около 900 долларов. Вероятно, этим и объясняется то, что гаджет так и не завоевал большой популярности. Но зато он заслужил того, чтобы вспоминать о нем, как о первом умном телефоне. Не только о самых первых моделях разных гаджетов, но и о самых свежих новинках мы расскажем уже в следующем выпуске ProNet. Лайкайте и подписывайтесь на наши страницы в Facebook и Twitter. До встречи в эфире и онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова